здравствуйте уже следующий день я сейчас буду гладить вещи кое-какие которые хочу с собой взять они у меня полежали в шкафу и теперь заломы есть и поэтому я быстренько проглажу их плюс мне нужно еще муж мужа костюм купил новый и нужно ему тоже что сделать вот вчера приходили гости не снимала больше ежики ушли на нет шустрый съезд попали все ежики даже не пришлось никому оставлять посетили вечером соседями дети они играют между собой тоже девочка есть ну а так меч суматошник конечно очень много из того что друзья пришли потом собралась все собрала и так на кучку там кучка там кучка еще на после эти кучки можно собрать вместе и теперь я еще быстренько проглажу все возьму с собой этот раз я возьму с собой удобную одежду вот я не сильно такую уж нарядную красивую просто чисто удобно потому что я думаю что на турнир я долго не буду там все равно где-то не купаться и отвлекаться больше не буду чем чем будем нарядные ходить куда-то более такое удобную ну или приятно красиво белый пуловер который одевала тогда в испании такой легенький возьму обязательно с собой очень нравится у меня две такие есть серенький такой вот их обязательно возьму джинсы конечно светлые черные джинсы черные с дырками кто-то и заношеные но и рубашку как на турнир пойдем я одену такую больше чем бумажка сейчас это немного приготовить сейчас я все равно постираю повалю опять это вложу это надо скручивать чтобы заломов не было ну вот друзья попросил от марки босс а мама уж купил себе костюм попросил меня убрать все эти этикетки ненужные да как всегда его идти типа то же самое снять нет нам надо делать то все что интересно знаете мне было что я думала что это синтетика но это во все стороны стянется мне не знаю эту штучку отрезать нет такая пластмассовая да и нужно отрезать очень классная ткань ткань процентуально сейчас посмотрим очень интересная ткань совсем легенькая летняя такая совсем дышащая вообще класс и и находится процентуально 74 процентов это хлопок стоят натуральная шерсть стоит здесь тоже на русском 22 процента полиэстер и 4 процента эластан и ткань легкая легкая качественная хорошая такая тоненькая тоненькая я даже не подумала чувствуется как полиэстер да а я не подумала что это была настоящая шерсть теперь мне нужно все эти открыть как будет открыть чтобы не повредить так хорошо зашито что даже не знаешь откуда все эти открытые часы взглядом , вы должны пойти на углу и ты выглядишь только заши, что вы не знаете, что ты желаете не знаешь, что ты желаешь Ну вот, дорогие друзья, приехали мы в Берлин. Уже второй день, сейчас после завтрака. Завтрак просто классный был. Очень много людей там было, что я не смогла заснять, конечно, бюфет. Попытаюсь еще завтра заснять. Ну вот, большая комната. Сейчас покажу слегка комнату. И даже здесь команда от Дортмунда. Знаменитая команда футбольная ночевала. И мой сыночек смог пару фотографий сделать с этой командой. Вот что еще есть. Сейчас, какие планы на сегодня? Нас заберут сейчас, наш друг приедет, заберет нас на машине. Я сказала, я только сама туда не поеду. Я в Берлине вообще боюсь ездить на машине. Здесь очень много машин. И большой город, заметно большой город, чем Ханнофер, где мы живем. Намного как-то больше движухи здесь. Ну вот, что сказать. Заберет он нас, мы там посидим, после обеда вернемся сюда и пойдем на турнир. Будет здесь, мой муж судит. Сейчас он идет, конечно, команд, свои пары поддерживать и тренировать. Ну как на тренировке? Поддерживать на турнире, получается. Называется коучинг. А потом после обеда он будет сам судить. Только не своих пар, только другой, самый высший класс, класс А. Будет он судить сегодня. И я попытаюсь еще заснять кое-какие пары, которые, конечно, хорошо танцуют. Вот так сейчас надеваю на кроватки. Покажу вам быстренько, пока мы еще в ванной находимся. Ой, я что-то в глаз попала. Вот так выглядит наша комната. Что-то за угол так. Большая комната. Здесь вход. Здесь наш кардероб. Здесь маленький шкафчик. И знаете, что прикол у меня в шкафчиках? В шкафчике полок никаких нет. Вот. Четыре вешалки здесь. Три вешалки здесь. Одна полочка. Но туда я вообще не залезу. Но самое главное есть утюг и гладильная доска. Это самое главное. Прижилось мне из-за этого все расставлять на эти полки. Всю одежду детскую особенно. У них все маленькое. Получается, здесь на этой полке у нас только. Одежда хранится. Ну и все подряд, конечно, как всегда. Надо, чтобы все было под руками. Ребенок здесь рукодельничает. Пастелин сегодня принесли. Такие яички сегодня у нас принесли. Топ играли. Вот они играют. Здесь такой раскладной диван. Здесь дети спали. Здесь еще кровать поставили. Но она нам совершенно не нужна. Мы просто здесь садимся, как диван пользуемся. Ну и здесь наша большая кровать. Большой такой. Мико сидит там, играется еще в другую игрушку. Тишина. Мое большое место. Находимся мы в Holiday Inn, называется, отель. Большой отель. Пятизвездочный. Завтрак. Вот так на улице выглядит. Старая здесь дорога. Уже не объезжая. Все заросено деревьями. Здесь железная дорога. Все обросшая деревьями. Так интересно. Здесь вообще никакие поезда не ездят. Ну вот такая история у нас. Здесь. На втором этаже. Большая комната, конечно. Большая. Очень большая. Ну и ванная. Вот сейчас вот здесь вход. Вот здесь ванная. Мой муж сейчас и душ. Конечно, я не могу открыть. Вот так выглядит наш отель. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok. В этот раз я как-то пораньше встала, и на завтраке не столько много людей было, как в первый день. Очень просто суперовский завтрак. Я скажу, вот этот полный стол всякого-всякого, но не переполнено, понимаете? Это лучшее качество, вкусное качество, лучшее качество, и мало выбора, зато супер. Просто, знаете, вот как бы в Гранд-Канале был очень перебор, было просто выбора, и зато качество страдало от этого. Всякие булочки, хлебы, всякие нарезки, сыры, что ещё там было у нас, и горячее было, и в этот день даже, вот моя дочь любит вот эти котлетки маленькие, очень много было котлет, она поела, всякие колбаски всякие разновидные, до чая, чайный стол, получается здесь любой чай. И Мика, конечно, в восторге каждый день. Была здесь такая автомат-машина, которая делает, ну как, панкейкс называются, саладики. Вот так тесто вливается на горячую плиту, на эту доску, которая идёт, и вот она вот, катится это тесто, пока она до конца фреш-панкейкс не сделает. Я тоже подумала, знаете, просто нажимаешь вот так на кнопочку, и новое тесто наливается. Я подумала, как бы классно у нас дома такую машину иметь. Дети бы себя сами обслуживали. Очень классно, вот такие вот жареные панкейки. И с другой стороны, когда они готовы, сейчас покажу обязательно, как они выезжают. Вот они там прессуются, получается, с обоих сторон обжариваются. И вот вам, пожалуйста, вот такой красивый блинчик выпадает из этого, оладик такой. Ну и рядом стоит, конечно, всеобразные возможности, что можно вот к этим блинчикам наложить. Вот всякие соусы, всякие сладости. Дети в восторге были, нутелла. Всё, что хотите, вот сможете на эти блинчики положить. Дети, конечно, от этого автомата не уходят. Ходили, всё время, конечно, себя обслуживали. Мика, это вообще для Мики, это что-то было. Он любил это. Каждое утро я говорю, ладно, Доминик, пускай ест сколько хочешь, чтобы, самое главное, сытый. Ну, а я любила свой... В основном ем сначала помощнее такое, чтобы на весь день хватило, потому что мы так обедать-то толком не обедали. Мы на перекусе, то там, то здесь можно пиццу купить и поесть, так как здесь обед, у нас только завтрак был. Ну, мы в этот день поехали, как раз уже едем в Берлин посмотреть. Сопланировали поехать на Брандбургатуа, это Брандбургские ворота, ну и походить по городу, прежде чем поедем домой. Так на турнире всё прошло хорошо. Дети, два тура мы смогли посмотреть, после того дети уже устали. Всю дорогу дети, как все дети в танцы, которые на танцы приходят, детки собирают с пола все эти камешки, которые сваливаются с платьев. Все дети в основном это делают. Я уже Домника спросила вообще, кто из... Ты такое делал? Говорю, когда маленький был, Домник мой присутствовал, маленький тоже на турнире. Говорю, нет детей, которые не приходят на турнир. Дети, которые приходят на турнир, они все собирают камни с пола. И вот у нас мы много насобирали камешек. Она, Лили, собирала с удовольствием камешки. Ну, её на два тура хватило. На десять танцев получается. И всё. Вот такой автомат был. Просто свежего сока или свежей водички. Любая водичка. Очень хорошее качество. Неразмешанный сок. Самый настоящий сок. И вот так у меня выглядит завтрак. Яичко, картошка. И очень вкусно. Ну, а здесь мы едем уже в город. Просто думаю, что лучше озвучивать. Так как, ну что, в машине шумно-гамно с детьми. И музыка за радио играет, которую нельзя показывать на Ютьюбе. Вот такой город большой. Вот много машин. Конечно, город большой. Когда город, я не знаю, я боюсь сама ездить на большом пространстве. Вот впереди нас уже Бранбургские ворота. Мы подъезжаем прямо по этой аллее, которая мимо всех этих памятников. И вот едем в сторону Бранбургских ворот. Ну, а еще раз вернуться к турниру. Мы оба судьи турнира. Раньше танцевали на высоком уровне. Кто еще не знает. Мы танцевали в высоком классе. А теперь имеем лицензии на судейство. Ну, в этом году позвонили моему мужу. Сказали, спросили, может он один день посудить. Он с удовольствием согласился. Это турниры все знают. Это турниры самые знаменитые турниры в Берлине. Которые проходят всегда на пасхальные дни. Называется Блаус Пант. И раньше мы тоже их танцевали. Когда мы вместе танцевали в высокий класс. И у нас есть эти кубки от этого турнира. Тоже есть. Ну, а сейчас мы судим. Судим стандарты латины. В этом году мы судили. Он, мой муж, судил только один день. Ну, а я за детьми приглядываю, как всегда. У друзей мы тоже посидели хорошо. Пообедали. Дети поигрались с удовольствием. Просто было супер. Друзья наши, кстати, тоже чемпионы Германии. Которые танцевали раньше. Тоже вместе с нами бывшие чемпионы Германии. Имены не буду называть. Ну, а сейчас подъезжаем к знаменитым воротам. Ну, вот, дорогие друзья. Приехали на самую знаменитую улицу. Вот там Зигезойля. Когда ехали сюда, ехали мимо и не смогла заснять. Зигезойля. Это статуя побед. Ну, а здесь, вы сами знаете, это здание знаменитое в Берлине. Бранденбургские ворота. Или как бы... Бранденбургские ворота. Или как оно так перевести, наверное. Бранденбургские ворота называется в Германии. И вот оно. А здесь стоит прям канцлер Габойда. Это... Слегка отвлекли. Райхстаг. Здесь проходят все важные договоры, разговоры. Ну, вот. А здесь, конечно, полно туристов. Сегодня праздничный день. И, конечно, очень много туристов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 ДimaTorzok